Друзья, всем привет! Это Черемшанка. Сегодня обычная суббота. Сегодня субботник. На субботник собирается много людей. И те, кто находится в семье, и те, кто не находится в ней. Просто собираются, чтобы побыть вместе, посмеяться, пошутить, поработать вместе. В общем, побыть в каком-то хорошем таком настроении. Всегда это хорошее настроение. И делается обычно за субботник достаточно много дел. То есть женщины, к примеру, они дрова складывают. Сейчас дровяная компания по всей деревне. Дрова складывают. Сейчас начнутся огороды, начнутся друг другу помогать. Там грядки делать, посевная. В общем, все то, что связано с землей, будут друг другу помогать делать. А мужчина там, навес какой-то там у нас рухнул под снегом. Вот его будут сейчас сделать. И Володя Максютин все расскажет, куда там сегодня народ пошел работать. Получится, видимо, достаточно длинный сюжет. Потому что есть что показать, и есть кому что рассказать. Так что, ребят, хотите, посмотрите весь, хотите, можете на перемотке. В общем, как вам удобнее будет. В общем, Черемшанка. Там внутренне стоит. А почему? Да ладно, там нормальные жизненные дела такие вот. Это Володя. Он у нас распределитель на субботнике. И вообще просто распределитель по хозработам. Скажи, Володя, куда ты сегодня распределил людей? Да, вот, да, станок переносим сегодня. Станов переносим. А, ну это, знаете, какой-то станок купили, да? Да, да, да. Да. Ну и сегодня навес будем восстанавливать. Какой? Рухнул под снегом навес. На кирпичном который. А, да, да, да. Вот так вот навес. Да. Восстанавливать будем. А женщины чем занимаются? Женщины дрова укладывают. Вот, да, да, да. Кирпички укладывают. Хорошо. И готовятся уже по сельной там уже. Ну да, ну да. На земле. Ага, чудненько. Вот тут вот у нас такой гараж. У нас в семье есть уазик, батончик. Вот, и есть вот трактор. Вот этот уазик. А вот такой трактор. У нас просто есть свои поля, где мы, где сеется там, ну, рост, пшеница там. Ну, не в промышленных масштабах, конечно, но тем не менее. Вот. И вот для посева, для покоса, для что-то, чтобы перевести что-то такое, вот у нас есть два трактора. Ать, стоять! На месте стоять! Раз, два! Раз, два, да. Молодец! Это Митя, вы с ним встречались. Да? Да, 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 он лихо на рояле там пальцем перебирал. Он у нас тут главный, ну, так получилось, что он у нас тут в главной семье, и вот все нужды к нему стекаются. Вот, Митенька, расскажи нам, чем мы живем? Я по-честному или по-правде? А, у тебя это разделяется? Да, у меня это разделяется. А, не знаю, тогда выбери любое что-то. Ну, если по-правде, как везде. С мастерскими, конечно, у нас получилось, ну, как всегда. То есть, с мастерскими, это большая проблема, в принципе, у всех, потому что, ну, потому что, потому что на деньги удобнее жить всем. И все на это сели. И очень долго на этом сидели. И то, что нам изначально было нами понято, оно осталось, ну, оно стало нереализованным. В области понимания. Больше того, давай просто, вот мы с тобой просто будем, как бы, камера нет, рассуждать, что... Сейчас пропустим тут вот ходокил. Да, нет, пускай ходит, не обращай внимания. Мы будем понимать, что даже те мастерские, гончарные, бандарные, которые изначально развивались, как-то было интересно даже, там, изделия интересные, там, ванны делали, бандарные, там, не знаю, что только не делали. А потом получилось, что это не то, что не рентабельно, на это, вот в этих условиях среды непростой деревенской, таежной, и не получается выжить. И поэтому это все притухло, и очень многое ушло на привычную систему мирскую. Надо зарабатывать деньги, на эти деньги как-то брать что-то из мира и строить даже нахуй жизнь. Ну, поскольку мы в очередной раз поняли, что так, конечно, оно как-то не очень интересно, особенно в своих тайге и деревне, что, конечно, будет хорошо, если у нас будет кузня. Потому что кузня в деревне, это центр такой был. Кузня раз, а на кузне что вешается? Все возможности изготовления инструмента, который ручной, к примеру, который тоже автономен, получается, с точки зрения, ну, вот, нашего какой-то вот такой вот, обособленной таежной жизни, скажем так. Раз, второе, если мы говорим, что мы не опираемся вот на такую технику, она красивая такая, большая, тракторная, да? Ну, она-то что-то ломается и требует опять очень-очень много вложения. А много вложений-то деньги, а деньги надо зарабатывать. Опять получается та же самая сеть. Смотрите, пункт первый. Значит, лошади, да, смотрите, пункт первый, значит, лошади. Лошади и конное хозяйство, конное хозяйство, которое полностью оно пашет, оно возит лес, оно возит дрова, оно делает все, что необходимо, обрабатывает землю любую, покосы. Значит, надо развивать лошадное направление, формировать эту бригаду, уже интересную бригаду. Не то, что там отдельные люди. Ну и, соответственно, все изготовление инструментов обработки земли, телег, саней, всяких, как называемых, лесарок, на которых можно бревна возить, если надо. Все, что только возможно сделать в кузне. Вот это уже здорово. К этому цепляется и всякая механообработка, потому что у нас токарная мастерская есть, фрезерная, любимая крутая, вот, сварка у нас интересная тоже есть сейчас. Значит, уже все, что связано с металлом, можно будет закрыть. Но это сформировать, в общем, команду людей сейчас надо. Вот это сейчас в процессе становления идет. Ну вот, а это вот та самая кузня. Та самая кузня, о которой Митя говорил. А это Миша, наш кузнец. Вот он, походу, собирается вытягивать топорик, да? Да, это будет типа сучкоруб. Типа сучкоруб. Вместе пишется, да? Типа сучкоруб. Так, кто-то откуда, чего, как? Миша, Миша, поцель. Ты здесь начал заниматься кузней, да? Кузней начал заниматься здесь. С подачи, наверное, Басова, да? Басов, да, Вячеслав. Какой он считается, патриарх у нас, российский. А молотом это нельзя делать, да? Да, можно, но вручную, вручную это более эффективно. Болотом мы как бы уже дожмем до конца. Оборудовали, конечно, здесь, я давненько здесь не был, но оборудовали так уже, ну, по-взрослому. Как-то все получилось. Ну, мы старались, мы старались. То есть, подкрегата помогали, конечно, дружно это все. Активно делали. И скажи, Миша, что в планах, что будешь делать? В смысле, какие-то есть наметки насчет того, что будет, как будет продолжаться деятельность твоя? Пока, пока вот прямой такой вот, прям вот конкретной еще наметки нет. Пока задача именно сформировать мастерскую. Сформировать мастерскую не чисто кузнечная. Тут, видишь, и сварочный пост будет, и такая, чтобы где-то и художественной ковкой можно было заняться. Сам я инструментальный больше занимаюсь, в ней специализируюсь. Инструментальный, это значит топоры и скобеля там? Топоры и скобеля, дамаск, да. Мелкий инструмент, крупный инструмент. Ну, художественный чуть-чуть, но больше это вот двери, жаковины, вот такие вот вещи. Осветительные какие-то приборы. Насколько удастся тут коллектив сформировать, получится, загорятся ребята, не загорятся. Есть что-нибудь, кто уже хочет? Ну, пока, скажем, приглядывающийся. Зашел, посмотрел, тогда работает. Хорошо, и пошел дальше, да? Нет, поучаствуют, что-то там помочь. Да, полоскогубцы поднести, да? Это вот наша цокарная мастерская. И мастерская по ремонту великов. Великов у нас здесь много. И вот хозяин мастерской, как зовут? Живу здесь, Дмитрий Крутов. Вот, живу здесь уже 21 год. Вот, приехал из Эстонии, из Сталина. Приехал с семьей, приехал с детьми. Четверо детишек у меня и жена. Вот. На средства, которые были, приобрел станочек. Что-то подарили, что-то собирал. Привез много с собой. И вот работаю. В основном ремонтные работы. И кто-то что-то заказывает. Сделал себя. Был предпринимателем какое-то время. Потом работы не стало. Перестал быть предпринимателем. Сейчас самозанятость завел. Так что работаю. Работаю в своем удовольствии. Работаю в удовольствии людей. Мужд много. Ну да, в деревне, да. В деревне много. От велосипедов, мопедов до всяких конструкций. Вот. Есть такая. Попросили тоже сделать пластиночки. Вот. Пластина ровно призывается. Оборудование. Не как сейчас. Какая она. Потихонечку все делаем. Все включается. Ну да. А вот здесь вот у нас столярная мастерская. Что-то там жужжится. О! О! Вот сколько шума-то! Сережа Дородов. Сережа Дородов. Откуда приехал? Чего? С Петербурга. С Петербурга. Давно? Давно уже. В 94-м году. Первый раз. И там занимался столярным? Ну я резчик по дереву. По специальности реставратор. Ага. Понятно. И здесь вот это все твое оборудование? Либо это общее наше? Есть семейное. Есть мое. Тут уже сложно его разделить. Это все наше уже. Все перепутано. Что-то я привез. Что-то ребята помогли приобрести. Ага. Так потихонечку с мира по нитке. Где же мастерская? Да, мастерская такая приличная. Все необходимое ей есть. И чем занимаешься? Что делаешь? Ну, все, что необходимо для нашей жизни, для быта. Вот, например, будет строиться шкаф. Это нижняя тумба шкафа. Такой вот угловой шкаф, например. Тут вниз будут ящики. Вверх будет платиной. Там будут и полочки, и вешалка, и антрясутка. Достаточно высокий. Такой вот шкафчик. То есть, в наших условиях вполне можно сделать. Ну, переводождение показал. А самое главное, это у нас вот такая вот здесь мастерская. Можно сказать, она более художественная. Здесь проводится обучение ребятишек, резьбе по дереву, навыкам владения деревом. Вот, и вот небольшая у нас выставка здесь нашего творчества. Вот такая вот. Начинаем с ребятишками от игрушек простейших. Там каких-то дергуночков таких. Вот, что они с радостью делают. Вот, каких-то клоунов там, мишек. Вот таких вот. Все они вот как-то... Дергаются. Живут. Дергунки, да. Да-да. Ну, и дальше уже что-то посложнее. Более художественного плана вот начинаем делать. Вот какие-то вот небольшие, такие вот поделочные, выставочные работы, да, оформления. И вот дальше панно пошли. Разделочные дощечки. Вот такие вот. Ну, и предметы быта. Простейший там подарок маме, например, на день рождения, на 8 марта, например, вот такая шкатулочка. Это все дети делают. Это дети, да. Это все это тоже было страшно. Может, ее рукой спросили. О, мы попали. Тут как раз у нас детский кружок, умелые руки, умелые резчики. И как это? Очень умелые руки. Очень умелые руки. Это Руслан, вот он завкружком. Он завкружком? Нет, с этим мы уже разговаривали. Это директор. Нет, это директор, да. А это завк. Ну, Руслан, расскажи что ты как-то, откуда ты? Да, я Руслан Куси еду. О, ну, а они как? В данном случае мы на деревяшках. Вот это четвертый класс, а тот даже пятый попал сегодня. Ага. Да, так получилось, что только мальчики сегодня. А так и девочки? Так и девочки, да, любят. Началки у нас и девочки немножко режут. Занимаются. Сколько у вас сейчас? Ну, вот этот класс пять человек получается. В тот класс был, наверное, человек 12. Ага. Что вы делаете сейчас? Ну, пусть вот он и расскажет. Покажи. Расскажи, что ты делаешь. Сначала он делал то, что делает Миша. Видишь, он режет стамески. Ага. Причем, покажи мне стамеску. Да. Причем эту стамеску мы делали сами. Вот с этими ребятами, по-моему, или с другими. Стамеска самодельная. Вот эта самодельная стамеска. Вот эта самодельная стамеска. Вот эта акация. А, слушай, вы сами ковали ее? Да, мы ходили в кузню, ножик, видишь, ковали самодельный. Ага. И вообще у нас очень много самодельных, потому что мне нечем было с ними работать. И мы через кузню входили в деревяшки. Ага. И наковали ножей, и вот стамесочек. Ну, магазинные есть. Аукционы, Финляндия, речки. Да. Крутая стамеска, да. Вот, вот он ее вырезал, сейчас шлифует очень красиво форма. И там переверни. Вот ты сам все сделал. Да, у нас такой подход, мы с танками не пользуемся, мы вот ножами и шлифовать я им тоже не разрешаю машинками. Все руками. Так. Что еще? Он делает весы. Так, где? Весы? Да, там будет... Я вырезал, такая штука еще будет вырезать, покажем. Так получается, вот так. И здесь, понятно, да? Ага. Тоже все, ручками резал. Ну, как ее зовут? Меня зовут Павел Дювер. И давно ты этим занимаешься уже? Доволен уже давно? Да, ты довольна. Довольна, ты насколько ты доволен? Давно доволен? Давно доволен? Два года доволен, да? Два года доволен. И через два года вот они уже могут, все уже, все уже можно лицей сделать, да? Ты сам придумал, ведь, если тебе вот сам так сказал. Ну, у них весь класс делал, они уже закончили, так их заделывать. Вот такая вещь, тоже красивая форма. Угу. Это девочка делает, потом дорежет. Какие-то там конфетки класть, что-то делал. Ну, да, конфетки, изюм, орехи. Вот это там. Из ней уже пошли. Ну, вот. Сейчас он будет ее обжигать, можешь сфотографировать. У нас в этом году появилась новая фишка. Мы обжигаем, потом вышлифовываем и уже мажем. Маслом или лаком. Болончик. 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 Мы же хотели сердце сделать ей. Красное. Да ладно, да ладно. Ну, чтобы было видно, правильно. Издалека ее яркое сердце. Друзья, вот мы находимся сейчас в нашей валяльной мастерской. Вот мы с Леночкой Радоникой сейчас поговорим об этом ремесле, который у нас здесь в Чимчанке развивается. Рассказывай. Да. Это место называется Комната волшебников. А, Вокок. Да. Исторически так сложилось. Да. Занимаемся мы здесь валянием. Мастерством, которое в начале этого века получило широкое распространение среди в основном женщин, ну и мужчины тоже этим будут забавляться. Посредством валяния изготавливается одежда, аксессуары. Вообще изготавливается все, что хочешь. Ну, я еще раз тебя спрашиваю, кроме кастрюли, да? Вот кроме кастрюли, да? Леш, ты посмотри. Кастрюли, конечно, ты сделать можешь. Да. Но только от нее мало будет. Вот ты знаешь, посмотри, вот шапка. Я тебе сейчас покажу. Вот ты здесь показываешь. Да, да, да. Головной убор. Да. Шапка. Чем тебе не кастрюля, да? Если тебе нужно не остываться, чтобы суп не остывал. Леш, чтобы суп не остывал. А, боника. Ты можешь эту кастрюльку одеться. Да, да, да. А потом в мороз выходишь, а у тебя теплая шапка. Да. Во. Два в одну. Да, да, да. Например. Да. Так что можно сделать все. Я, например, уже несколько лет назад одела свой компьютер. Ага. И он ходит довольный. Я был довольный. Вот ты посмотри, вот такая незатейливая, совершенно сумочка. Да, да. Но. И он довольный. Он тебе об этом сказал. Он довольный. И я довольный. Я думал, он тебе об этом сказал. Гномик. Вот. Мы его одели в валеную одежду. Что у него? У него валеночки. Барежки. Сердючок. Шапочка. Волшебный. Совершенно. Так вот оказалось, что шерсть очень хорошо соединяется с тканями, с тканями, с различными волокнами, с нитками. И что мне понравилось в этом виде творчества, это то, что в нем нет отходов. Все отходы, они находят свое применение. Если в шитье, вот у меня раньше, я шью так не очень хорошо, и там очень много точности, и как будто бы права на ошибку почти нет. А здесь допуск есть. А здесь и допуск достаточно широкий. И, то есть, посредством валяния можно отремонтировать вещи. Можно их соединить. Шерсть выступает в данном случае в качестве клея. Вот, например, шелк, она очень легко соединяет. Допустим, два каких-то совершенно обрезка шелка, которые ни на что не годятся, соединяя шерстью ее, она получается что-то шикарное. Это вот... Девочки сейчас попробуют делать витараж из шелка. Вот так же шелк, покрасили сами, ну, использовали кусочки от неудачной юбки. Опять же шелковой, да. Неудачная. Неудачная, но она вообще была совершенно новая, но просто... Ну, неудачная. С Алиэкспресса. Нет, нет, нет. Ее привезли из Индии, но там же люди сами делают. Этот шелк, шапель оказался короткий, юбка расползлась на плечиках. Вот, такой вот цвет был у нее сшибательный. Жалко было расставаться. Мы решили ее использовать в валяне. Да. Так вот, мы сейчас просто выкладываем бабочку шелком, витражик такой получается. Соединяем его вот этой вот шерстью. Витражик, я так понимаю, на стекло. Да, да, можно на стекло, вообще можно хоть куда его повесить, он будет радовать своей невероятной крутотурой. Да, да, да. Вот. Ну и о возможностях использования шерсти я хоть могу рассказать на примере коврика. Валяние из шерсти – это бесконечный простор для творчества. Ага. В общем, если нам очень хочется сохранить хотя бы память о дорогих нам когда-то предметах одежды, мы можем их объединить в коврике. Да. Вот здесь. А в этом он будет еще дороже. Потому что всего будет много. Я в твоей жизни. Да, да, да. В этом коврике, глядя на него, можно вспомнить три кофты, три свитера, которые в нем остались. Светлый, коричневый, красный, даже с пайетками. Два палантина, кружева. А за мной. Да. Это машина, которая появилась у нас недавно. Да. Называется барабанный кардер. Что мы делаем? Мы имеем теперь возможность, очень много разных возможностей. Да. Да, во-первых, перечесывать на нем баты, шерсть, которая собрана с овечек. Она же первоначальная, когда состригается вся вот в таком виде. Ну да, да, да. Даже и ничего. Ну, после того, как мы ее постирали. Долго стирали, потом ее разобрали, а потом ее можно здесь начисать, набрать на барабанный кадр. Я-то делаю вот так. Можно это совершенно по-разному делать. Мне нравится таким образом. К примеру. Да. Можно сюда же накинуть всевозможные волокна разного цвета. Ну, для того, чтобы потом бат был живописным, если нам это нужно. Сюда набирается достаточно большое количество шерсти, потом его можно отсюда с этим пластом снять, работать с ним дальше. Таки, да? А с валяликом мы вот это вот, да? Вот этот жилетик, в котором, кстати, вот обрезочки старого бойлока нашли свое место. И марля здесь присутствует, и шелк, и немножко шерсти. Да, опять же, шерсти немножко. Да, и ты понимаешь, что можно создавать совершенно любую форму. Да. Это чья голова? Это не... Давай вот сюда вот на свет. На свет покажем. Сестра внец, да. Только более загорелая. Ну, понятно. У нее длинная шеря. Да. Вот. И на ней мы можем продемонстрировать вот у нас палантин. Угу. Шапка с волосами для тех, кому их не хватает. А, то есть вы наращиваете волосы? Наращивая волосы, да. О, как. Вот это вот можно показать. Можно здесь же даже. Наташенькин палантин, который мы тут делали. Вот. Вот он такой весь разрезанный. Захотелось его усовершенствовать. Лёвки, ожирные. Да. Лёвки, ожирные. Угу. Здесь вот такой головной убор, который хорошо смотрится на Жене. Можем подмирить, да. Просто ты тут ближе всех. Ближе всех. Ближе всех стоишь. Шапка. Хороша. Лёвки, ожирные опустили в поля, да. Ну и прочие разные шапки, которые, в принципе, я уже ношу. Так вот, бездонный совершенно вид творчества оценили многие девочки в нашей общении. В каждой деревне есть девочки, которые этим занимаются. Это большая радость. Может быть, однажды мы... Фестиваль сделаем. Фестиваль или какую-то школу мы откроем, где все вместе объединимся и будем заниматься активно с детьми. Потому что будет воображение реально. Дает безграничные возможности в плане самовыражения. Объединяет совершенно разные материалы. Себе содержит. Ну, как бы, шерсть объединяет все. Может объединить все. И становится от этого только интереснее. Вот такой вот у нас есть загончик, не загончик, но вот такое вот место, где дети обучаются управлению лошадью, управлению конем. Дети приходят и вот с инструкторами учатся ездить на коне. Как я много раз уже говорил, снега в этом году было много. И вот у нас тут был навес, где мы пиловочник сушили. И вот он рухнул. Вот теперь за субботники мы его восстановим. Вот еще один объект у нас в Черемшанке, который мы строим. Ну, строим так уже прилично, наверное, лет шесть. Вот до такого уровня сейчас это все выросло. Все практически окна. Это у нас храм мы строим. Вот все практически оконные блоки уже все поставлены. Вот. И мы сейчас поговорим с Сережей, который у нас здесь ответственный за это, за это строительство. Вот, собственно, уже часть лесов снята, вернее, настил снят, леса еще стоят. Вот. Так вот здесь у нас уже литургия проходит. здесь будет, конечно, здорово. Красиво. Ну, да, конечно. 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 Вот. А уже поздно. Уже вот. Я-то думал, они работают. А сейчас. Белые хитончики, чтобы вы могли... Сейчас они вот тут плюшками балуются. Эмилий, чекарит, шту капусту на месяц вперед поели, да? Не оставили. Вот, ребята, это Сережа. Он, собственно, сейчас сам представится. Вот он у нас ответственный за строительство и... Ну, в общем, короче, за строительство нашего храма. Ну, давай, Серега, говори, кто ты, откуда. Зовут меня Сергей. Я приехал с Ростовской области. А фамилия есть? Да, у меня фамилия Криво Рот. О, хорошо. Значит, приехал я с Ростовской области, с Альских степей. Житница России. Благодатных мест, где всего полно. Где фрукты валяются прямо на земле. Узнал, вот, что здесь собрались интересные люди, которые хотят построить новое созидательное общество. Это мне очень откликнуло. Я долго, с детства даже сам тяготелся к этому. И когда об этом узнал, душа моя очень откликнулась на это. И я собрал рюкзак, и уже здесь. Ну, Сережа, скажи, на каком сейчас, на каком этапе сейчас вот идет строительство? Значит, у нас закрытый сейчас кунт, чтобы можно было какие-то внутренние работы делать, дождливую погоду. И сейчас мы ловим солнечные дни и демонтируем временную крышу, частично демонтируем, чтобы сделать ее более изогнутой, более художественной. Это вот как правое крыло, да? Да, да, да. И так будет по периметру, когда мы это закончим, тогда переберемся на второй этаж. Вот эти уделяющие фермы, ты имеешь в виду? Вот которые вот... Второй этаж, выше еще будет строение, то есть крыша временная. Ага. Это крыша от дождя, скажем так, чтобы можно было делать несколько работ. Ну, когда мы по периметру закончим эту изогнутую крышу, формирование изогнутой крыши, то будет формироваться силовой каркас второго яруса, скажем, выше, где там будет звониться и смотровые окна. Достаточно красиво. А вот с приходом, как нас здесь называют, паломники, с приходом паломников вот здесь, в таежных деревушках, стали появляться вот такие вот дома. Вот еще один домик. Строится еще пока только. Но уже видно очертания. Субтитры создавал DimaTorzok